АПЛОДИСМЕНТЫ Автор первого мяча Юрий Газинский превратился в Юрия Гагарина. После чего в матч, а вместе с ним и весь чемпионат, превратился в фестиваль красивых голов и ярких эмоций. Футбол от эмоций. И, конечно, перед началом матча все говорят о тактике. Но в большей степени чемпионат мира это показывает, что эмоции играют большую-большую роль. И мне кажется, что Россия так бы не прошла далеко, если бы не родные стены. В недавнем прошлом футболист сборной Эстонии, а ныне детский тренер Владимир Воскобонников, во время чемпионата мира побывал и в роли зрителя, и в роли комментатора нашего канала. И его юные воспитанники внимательно следили за турниром и отлично помнят все главные события Мундиаля. Вот она, нога от Бога. Та самая нога Игоря Акинфеева, которая в серии пенальти вывела сборную России в четвертьфинал. А Испанию отправила домой. Испанию, которая никогда в своей истории не обыгрывала хозяев чемпионата. А это совсем юный Антуан Кризман, который радуется забитому голу, но прямо точно так же, как настоящий. И, конечно, нам не обойтись без Криштиана Роналду, который очень старался забивал красивой голой, но не смог помочь Португалии добиться больших успехов. Тем не менее, легендарные футболисты, такие как Роналду и Лионель Месси, оставили свой след и на этом чемпионате мира. Оставил свой след и бразилец Неймар. Только дети запомнили его по другому поводу. Неймар! Неймар? Запомнился он вам чем-то таким? Да, симуляцией! Симуляцией! А все могут показать, как он симулирует? Вы показали, как он симулирует? Все вместе! Ай, голубая нога! Помогите! Статистики посчитали, что в общей сумме во время чемпионата Неймар валялся на поле 14 минут, а его симуляции стали настоящим поводом для шуток и мемов. Разочаровали и чемпионы. Германия приехала в роли главного фаворита, но выбыла после групповой стадии, пропустив два гола от Кореи. Последний был забит в пустые ворота, и это тоже впервые случилось в истории чемпионатов мира. Чемпионат мира в России подарил нам много приятных сюрпризов. Были открыты новые команды, новые звезды, новые имена. И кто бы мог подумать, что в финале сыграют две команды – Франция и Хорватия. И если участие французов можно было предположить, то Хорватия стала настоящим открытием. Команда, на которую никто не ставил, показала невероятный характер. Сначала хорваты высадили Аргентину, а затем выиграли три матча плей-офф с дополнительным временем и сериями пенальти. На пути к финалу они прошли Данию, Россию и Англию. И то, что Лука Модрич в итоге собрал все возможные призы лучшему футболисту года, во многом заслуга всей его команды. Но были на турнире и другие звезды. Безусловно, меня порадовал Дзюба, который начинал матч, начинал чемпионат в запасе, и потом вот сумел пробиться. Вот эта воля его, которой он известен, этой своей силой воли, меня это очень порадовало. И безусловно, то, что он забил голы, то, что как мотивировал ребят, это, наверное, самый большой плюс. А в финале чемпионата было все. Шесть голов, забитых на любой вкус. Пенальти, назначенные с помощью видеоассистента. Падение и взлет Марио Маджукича, который сначала забил свои ворота, а потом в чужие. Но Фортуна выбрала Францию. И юного Киллиана Мбаппе. Он повторил достижения легендарного Пеле. В 17-летнем возрасте забил важнейший гол в финале, подарил атмосферу абсолютного счастья и стал кумиром для миллионов юных футболистов по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok